В сети расходятся кадры одного из полигонов в Татарстане. Там был замечен новейший российский танк Т-14 «Армата». Вероятно, совсем скоро передовые модели отправятся в зону спецоперации. А танки Т-14 давно ходят большое количество слухов, и все с нетерпением ждут, когда же он уже наконец поступит в войска. Ну и давайте поговорим об этом танке подробнее. Т-14 или Объект 148. Российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Танк оснащен единой системой управления тактическим звеном, связывающей все объекты с помощью программотехнических комплексов взаимодействия. Система разработана Воронежским концерном «Созвездие» и представляет собой единую систему управления боем, включающих в себя 11 подсистем, отвечающих за управление средствами радиоэлектронной борьбы, артиллерии, ПВО, инженерным и материально-техническим обеспечением. Кроме того, управление техническим двином также позволяет создать единую информационную сеть с интеграцией различных видов связи, включая связь с беспилотными аппаратами и другими средствами разведки, онлайн-взаимодействия разных родов войск на поле боя. Т-14 используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня, САУ, ЗРК и танков Т-90 в составе тактического звена. Для этого у танка имеется целый арсенал средств, в том числе круговой доплеровский радар «Сафар» средней дальности и ультрафиолетовые HD-камеры наблюдения с круговым охватом на 360 градусов, способные обнаруживать работу двигателей техники по выхлопу и ионизированного газа. Кроме того, Т-14 способен запускать и собственно бортовой беспилотный аппарат разведки и целеуказания «Птеродактиль» с обзорной РЛС и инфракрасным прицелом. Т-14 является так называемым «стелс-танком» с кардинальным снижением видимости в инфракрасном магнит-радиодиапазоне, что сокращает дистанцию захвата цели «Птурдживелин», «Спайк», «Бреймстоун» и аналогичных им почти в три раза, даже без использования танком аэрозолей. Танк оборудован новым поколением комплекса активной защиты «Афганит», способным перехватывать даже противотанковые снаряды и безопасно для окружающей танк пехоты и техники ослеплять противотанковые управляемые ракеты путем использования дымометаллических завес за счет распыления металлических частиц, непрозрачных в диапазоне СВЧ от дальнего инфракрасного спектра. Т-14 оборудован динамическим бронированием четвертого поколения «Малахит», способным с вероятностью более 95% отражать выстрелы из ручных противотанковых гранатометов, а также разрушать современные подкалиберные противотанковые снаряды. Некоторые источники заявляют, что «Малахит» является первой в мире электродинамической броней с возможностью метания бронепластины под летающий боеприпас еще до контакта с броней. Многослойное металлокерамическое лобовое бронирование танка эквивалентно одному метру гумогенной металлической брони, которая, по мнению производителя, невозможно пробить существующими снарядами и противотанковыми ракетами. Широкой публике Т-14 был представлен на Параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». В 2015 году изготовлена подсерийная партия из 20 танков.